Девушки отдыхают Много зеленых сквериков, в которых можно гулять, кататься на велике Я очень люблю свой город А еще я очень люблю своего папу Я горжусь своим папой Он самый большой, самый сильный и самый умный А работа у него важная и серьезная Мой папа работает в строительной бригаде Он ремонтирует крыши Девушки отдыхают Тормози Я здесь выйду, вокруг покручусь Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Привет, Федь. А Шило где? Заболел Шило. Чего звал Мустафа? Сафрон передать велел. Момет с рынка наш. И платить нам будет. Уйди по-хорошему. И вот ради этого я к тебе сюда приехал, а Сафрону передай, чтобы он в мои дела не лез, и ему дороже станет. Ребят, пойдем-ка отсюда. Не торопись, суббота. Кому платит монет? Я не слышу, что ты говоришь. КОНЕЦ 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 У меня… Шила! Возность класса! Как скажете. Сейчас позову. Из садика меня всегда забирала Танька, потому что маме было некогда. Э-э-э! Пссс! Вкусная кашп, так? Хорошая девочка! Сонечка, не надо, давай. Нехорошая девочка. Давай всё же кушать. Не надо, чтоб тётя совсем ничего не видела. Ты куда? Будешь кушать – вырастешь большая. Тебе нужны минералы и витамины. А-а-а! Я двадцать лет с детьми. Всякое видела. Но вашей Сонечке не педагог нужен, а экзорцист. Экзо кто? Я так не могу. Мы на вас поспорили, сколько вы продержитесь. Я проиграла, с меня чубс. У вас, похоже, лицо вымыслось. У вас, похоже, лицо вымыслось. Да? Спасибо. Мне Светлана Васильевна подождать? Мама занята! Личную жизнь устраивает. Подожди! А-а-а! Ты чего не кричишь? Кричи! Зачем? Не зачем, а как. Как? Сексуально. Спорт элиты. Хобби олигархов. Заповедник холостяков. Свет, ну не заводись, не заводись. Ты знаешь, как они его между собой называют? Гарри Поттер. Он и не здесь самый молодой. Вика, это секта. Они здесь вымирают. Ну, тогда есть последний вариант. Небо. Значит так. Самодеятельность в воздухе – самоубийство. Действовать только по моим сигналам. Иначе разобьете кости, череп, позвоночник. А он оптимист. Разговорчики. Чтобы выжить в небе, нужно стать небом. Думать, как небо. Говорить, как небо. Видеть, как небо. Вопросы есть? Нет. А просьба есть. Да, сфотографируйте нас, пожалуйста. На фоне лайнера. Да, сфотографируйте нас. Да, сфотографируйте нас. Да. Да, сфотографируйте нас. Ух. ПОДПИШИСЬ! Здесь еще повезло! Это вы называете везением? Оно в себя придет когда-нибудь? Травма головы, малоизученная наука и область. Мам, ты чего? Бедные дети. Да ничего страшного, ну, не говорить, не двигаться не может человек, ну, что поделаешь? Как это? Ничего страшного. Да, вообще-то придется вашему отцу звонить, вернее сказать, вашим отцам. У меня что-то такое даже было. Телефон… Тристот два. Говори после сигнала. Тристот три. Алло, Роман, это Виктория, подруга вашей высшей жены. Роман, случилось несчастье, а не катастрофа, бедная Света, но мы продолжаем надеяться. А ваши вещественные малютки остались одни. Я убеждена, что вы, как настоящая женщина, не откажетесь принять. Скажем, завтра часа три. Огромное вам спасибо. Это поступок, Роман. Ну вот, а ты боялась. Ну что, Тимон, зачем нам еще двери, а? Или что? Пригодится. Так и будем всю жизнь в дерьми щетом копаться. Пойду к Шилу поговорю по-мужски. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто? Это Микония. Че? Возьмите меня к себе. Куда? Жить? Не, не в том смысле. Я все могу. У меня даже разряд по боксу есть. Ну, не разряд, но я ходил. Два раза. Брата в раздевалке ждал. Помогать буду. Соль купи. Зачем? Закончилось. За солью послал. Проверяю. Танюш, а ты его хоть помнишь? Какой там помнишь? Они развелись матерью, мне был год. Тетя Вик, ну это же совершенно беспонтовая идея. Танюш, можно без сленга? Как же вы обойдетесь без матери? Как раньше обходились, так и сейчас обойдемся. Нам не впервой. Татьяна, вы подружитесь? Это что? Мне он показался интеллигентным человеком. Не многословным, правда, но явно воспитанным. Учитель или врач? Живо. Уфик дела делает, а не то, что мы. Никого нет. Странно. Теть Вик, да вы не парьтесь. Дождемся сами. Ну, я побегу тогда на работу. Я же работаю. Ага. Угу. Папу зовут Рома. Не забудьте. Не плачь. Плачь, не плачь. Плачь, не плачь. Чего? Плачь. Ну, если папа. Чего? Ну, если ты папа, плечи мазги уже. Мы замерзли. Чего? Ну, посмотри на детей. Ну, ты я еще понимаю. А эти-то откуда? Мама три раза замужем была. Пока что. Ну, пускай к своим отцам и едут. Можем мы об этом завтра поговорить? Я питьить хочу. Вызывай лифт. Это мой дом. Он похож на гостиницу? Правильно, нет. Мы ненадолго, пока мама... КОНЕЦ КОНЕЦ Серёжа. Серёжа. Ну... Серёжа спать. Всё. Как матери позвонить? Ноль три Дальше подскажет Всем спать Тань, мне здесь неудобно Иди сюда Это твой папа? Типа того А че он такой мрачный? Устал, наверное Спи давай А это что? Моя Тебе что там надо? Ничего Ну это иди Руками не надо трогать Холодильник иди мой Алло, кто там? Эй Эй Телефон Не надо трогать А потом? Потом Тоже не надо А? Ай Не надо Так, стоять Отдай самолетик Всем слушать меня внимательно Это моя квартира Здесь мои правила Ничего не трогать Холодильник не разрисовывать Штангу не трогать Телефон не трогать И самолетики здесь мои Жаден Полегче, партнер Соль Взял Теперь мы в движении ПЕЧАЛЬНЫЙ Раз, приставили. Раз, сейчас будет мах. Хорошо. И мах. Хорошо. Хорошо. И раз, раз. Хорошо. Попки подтянули животы. Ап. Попки подтянули животы. Раз. Мужчина к нам сам придёт. Раз, раз. Ручки наверх. Хорошо. Раз, раз. Молодцы. Раз. Раз, раз, раз. Вдох. Вниз. Выдох. Похлопали себе? Девочки, греться. Всё. В сауну. Счастливо. Ага. Вы хоть бы предупредили, что вы такой. Я бы подготовилась. С детишками сдружились. Правда, милая? Не правда. Возврат делать будем. Как возврат? А куда я их дену? Не знаю. К себе домой. Куда везти? Нет, Роман, позвольте. Я их с таким трудом на вас пихнула. Да у меня никаких условий. У меня личная жизнь. А у меня работа. Ну вы же отец. И чё? Ну как чё? Мать в коме. Такое несчастье. Ну вы просто обязаны. Это ваш долг. Но у них же никого, кроме вас, нет. У вас нет выбора, Роман. А вы знаете что? Вы заезжайте как-нибудь. Сходим куда-нибудь. Сходим куда-нибудь. Обсудим. Там. Потанцуем. Там. Так. Всяк. Спасибо вам. Ну что, виделась я с твоим бывшим. Трудоголик он у тебя. И этот его странный стиль. Винтажу. Ну, милый такой мужчина. Ну, в общем, детей я твоих пристроила. Так что не волнуйся. Отдыхай спокойно. Открывай давай. Пароль не помню. Ты фокусы пришёл показывать? Ну-ка убери. У меня. Убери, я тебе говорю. Залипуха. Гунявый базар на Круголя зафантырил. В муразах лызить цветанул. Ага. А надо было меньше болтать, а проблему решать сразу. Ну, что-то вроде того. Проблем нет. Только одна. Шило, главный боец. Надо бы с ним что-то решить. О, я слышала. На трефу копытить западло. Ныкай чуйку, хавай сверло. Мазь заваливает. Сейчас, 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 сейчас. Значит, за Шилой надо проследить, где работает, чем занимается. Про сверло я что-то и сам не понял. Теперь это ваше место. Сидеть здесь. Никуда не выходить. Ничего не трогать. В туалет ходить по одному. И запомните, за вами ведётся видеонаблюдение. Вопросы есть? Вопросов нет. Нет. Вернусь в любую минуту. Ух ты! Опа! Чизо, моя. Гирю не трогай. Сломаешь ещё. Странный он какой-то. Он не странный. Он не обтёсанный. Ничего, обтёшь им. Нет. Заходим в пятницу. Осенний он Certain-понийный-пятый. Эй-патый. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Сотничка! Деточка! Иди сюда! Так, че вы хотите? Нормального отношения. И хорошего питания. И жвачки к голову. И чипсы. Мы подписали перемирие. И закопали этот, как его, Тоба, Токам... Тобор войны, короче. И папа стал жить в резервации. Ну, давай. На одном. За маму. За папу. За тех, кто не с нами. За спецназ. Рома, это диатез. Это не оттирается. Че не кормишь? Корми давай. Привет. Как ты здесь? Нормально. Можно к тебе зайти? Нельзя. Ленточки не видишь. Ну, ладно. Ну, ладно. Папа, пипи. Пипи, папа. 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 Пипи, в туалете, и не надо прыгать на моей кровати. Это моя кровать! Слушай, ты чего кричишь? Это же дети. Ну, какие вы дети? Вы, вы не дети, вы беспредельщики! Ты плохой, а мы к маме хотим. А мать, что, в отказе? Может, прессануть ее? Да бесполезно. Я пробовал. Не вовремя ты решила отца включить, Рома. Говорит, с утра очередь. Башка от этих мультиков пухнет уже. Домой хоть не заходи. В общем, Виктор, мне отгул нужен. Надолго тебе? Да так. Игрушку купить в детском мире. Ну, корма детского. Короче, по садикам развести. В общем, дня два. Ты понимаешь, что ты меня подставляешь? Да я и сам не рад. Свалились, как снег на голову. Главное, ходят с утра по квартире, шумят, орут. А главное, пачкают все. Понимаешь? Пачкают. Пи-пи. А-а. Пи-пи. Да успокойся, брат. Успокойся. Успокойся. Успокойся, брат. Все свои, свои. Успокойся. Ромка, успокойся. Тебе нужно отдохнуть. Ты отдыхай. Если что, мы тебя потянем. Давай, Ромка. Давай. Мам, я хочу домой. Мне у него не нравится. А вас никто не звал. Привет, Свет. Я тоже рад тебя видеть. В общем, это... А чё с лицами-то? Так, ладно, все. Свидание закончилось. Давайте, пошли. В коридор. Идите, идите. Мне поговорить надо. Не кричим детей. Слушай, ну, не могу я с ними. Нет, я согласен. Любые бабки, врачи. Ну, только забери ты их. Чё молчишь? Ну, скажи хоть чё-нибудь. Да, Светка. Какой ты была, такой и осталась. Конечно. Проще всего кости себе переломать и в гипс спрятаться. Это ты мне назло, да? Назло. Ну, какой я им отец? Я их даже покормить не могу. Не надо меня перебивать! Дай договорить. Ну, я понимаю. Старшая, это мой косяк. А эти двое, кто мне? В общем, давай, говори. Куда их сбагривать? А ну-ка, постой. Да, постой, я тебе говорю. Значит, я косяк? Ладно, я косяк. Но эти двое, это мои брат и сестра, понятно? Понятно? И я без них никуда. Ты хочешь нас багрить, мы сами уйдём. Правильно мама про тебя говорила. Чё говорила? Жлоб. Вы чьи? Чьи это дети? Да мы не чьи. Не чьи мы, понятно? Ну что, проблемы, братан? Ты бы хоть спасибо сказал. Да ладно, я не гордый. Какие понты между братвой, так? Помощь-то нужна какая, а? Так, если я сам куплю, памперсу на шестнадцать килограмм и горшок. Горшок-то зачем? Старый сломался. Слышь, мне тут дочку в школу строить. Где? Это к Завычу. Мне урок с на третьем. Лады. Слушай, ну чё ты удумываешь? Кто меня среди год возьмёт? Дом посижу, удар левый нормально отработаю. Какой удар левый? Тебе учиться надо. Самой себе срок лепишь. Второй год намотаешь. Главное не менжуйся, как себя поставишь. В общем, я говорю, ты молчишь. Учись. Простите. А вы не волнуйтесь. Вы попробуйте на выдохе. Может, водички? Водички. Сейчас. Пожалуйста. Вы не стесняйтесь. Я смотрю, тут сложно разобраться. А мне в школу устроиться. Только не надо ничего говорить. Она тебе нравится, да? Я угадала? Рома влюблён. Тили-тили тесто, жених и невеста. Попа катались, сексом занимались. Послушайте, сейчас я возьму скотч и заклею вам рот. Ясно? Ром, да ладно, чё ты. А как её зовут хоть? Не знаю, просто она в соседнем подъезде живёт. Так, так познакомься, в чём проблема? Не могу. Я, как её вижу, сразу как рыба облёт. Му-му. Значит так, иди учиться и краску смой, смотреть противно. А ты иди сюда. Поедем в садик. Это у меня стиль такой. Иди, Сим, купи игрушек. Папа. Машина нужна правильная. Маневренная, чтобы все ведущие, тормоза хорошие, без наворотов, но серьёзно. А попробуйте эту. Реальная коляска. Бантов немного, но бабок своих стоит. Братва оценит правильно. О! Ещё есть. Беру всё. Паппирс, мужик в разных тёрках был. Ай, ай, ай! 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 Ну, хорошо, Папперс. Мужик в разных тёрках был, ножи, стволы там. Это я понимаю, но горшок-то ему зачем? Он, чтоб гушения через унитаз боится? Тут я и сам не догнал. Но, видимо, атаковаться на успех. Добрый день, нам памперсы нужны и горшок ночной. Памперсы какие? Сколько лет малышу? Лет под сорок. Для взрослых. Сейчас посмотрю. А шестнадцать килограмм они выдержат? Шестнадцать килограмм чего? Мне вслух сказать или… Ну, в общем, пробейте две пачки. Чё надо? Вот памперсы, братан. Андрюха. Прости, братуха, размера твоего не было. Мы-то потёрли малость. Вот кое-чего придумали. Я чё-нибудь должен. Какие лавы между своими? Это подгон от пацанов. В общем, этот койм… Если ты часок но puedes ходить, Ну, папа! Субтитры делал DimaTorzok 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 Понял? Хили двой ДимаTorzok 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 Знаете, я вам восхищаюсь Нет, правда, вы воспитали троих детей Вы очень хороший человек До свидания Да, Субтитры делал DimaTorzok Да, Субтитры делал DimaTorzok Да, Субтитры делал DimaTorzok Нет, сейчас не могу Соня, ты там, поаккуратней Давай. Стрелка у меня. Ну, в школе. Давай. Входим по одному! Иди, 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 иди. С Богом! Вы с Таффорда читали теорию катастроф? А, ну да, ну да. Так вот, у него, у него про вашу дочь написано слово в слово. Она сеет разруху, уходячая аномалия. Понимаете, мы же с химикатами работаем. С первоопасными, я, главное, говорил ей нелее. Я ей говорил нелее. Она, она была. Знаете, какую деталь она добавила к скелету? Сказать? Неужели так сложно понять? Пособие трогать нельзя. Я ими работаю. Я просто не знаю, что мне делать. Я теряюсь, честное слово. Нас же в институте к такому не готовили. А надо было мне маму слушать. Она же мне говорила. Иди, дочь, на юридические. Там же с бумажками в основном. А я не послушала. А у меня все нормально. Футбол, гантели, бег на пятьдесят и сто метров тоже. Я все понимаю. Язык мой враг, медаль. Отличная ученица, ваша дочь. Примерная. Ха-ха-ха-ха. Ты че буздишь? Мы что за тебя? Краснеть должны? Учишься, учись. Чтоб это было в последний раз. Ясно? Ты че развопился? Не нравится, смотри в другую сторону. Ты как с отцом разговариваешь? С кем? С отцом? Так ты у нас отец, да? Да. А, и ты за нас, за свои косяки, типа, отвечаешь, да? Ну, типа, да. А, а что же ты тогда, вот, Соньку к карачуне отведешь с диатезом? Папочка, времени не хватает, да? А ты знаешь, что Сережа в садике не с кем не общается, только сидит своей игрой. Ты тоже с воспитательницей поговорил? Конечно, родители. Надо же. Четырнадцать лет где-то пропадал, и вдруг явился. Делобитый такой. Поговори еще. А то что ты сделаешь? Присанешь? Это так, по-вашему? Выпорю. Ремнем? Да пошел ты. Не понял. Я с тобой вообще не разговариваю. Я не понял, она что, обидела, что ли? А? Серега! Только иди сюда. Серый, об одной вещи могу попросить? Ну, давай, говори. Ты здесь потусуйся с местными. Ну, знаешь, чё, как. Пойми расклад. Вечером расскажешь. Чё, так сильно надо? Сильно поможешь. Геймбой дай. Нет, не дам. Миняю на все самолётики. Ну, держи краба. Ты, Сонечка, из всех самая нормальная. Потому что говоришь мало. А сестра твоя не права. Что? Папа. Что? Я в туалет хочу. Чё, прямо сейчас? Прямо сейчас хочу. Папа. Подожди. Сейчас, сейчас. Сейчас, подожди. Потерпи. Черт. Да, да, Лёх. Подъезжай. Надо Мамеда поплющить. Сейчас не могу. Извини. Если Мамед не собирается деньги платить, то он по любому раскладу не прав. Понял? Давай, тушься, тушься. Да не ты тушься. Если он русский язык не понимает, значит, будем по-другому разговаривать. Конкретно. Давай. Попку поверни. Да не ты, Лёх, попку поверни. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. В общем, так. Короче, это… Где ты с детишком? Чем лечишь? Мась, пили. Тш-ш-ш. Давай ещё раз помажу, а? Смотри, Мамед. Если у неё диатезик не пройдёт, то у тебя диарея начнётся. Понял? Что-что? Ага. Вот. Хорошо. Диарея! А у Виталика такой грузовик был, а ещё у него папа… Йоу! Привет. А ещё у него папа в цирке человек какашкой работает, все ему завидуют, а я нет. А ещё Люда сказала, что Виталика не любит, так и сказала. Ага. А чё это она делает? Ей так и нравится. Хватит себе! Ясно. Мороженое будешь? Я на диете. Ясно. А счётчики-то у неё получше стали. Здесь Серёга в движение влился. А ты? А что я? Я ничего. Ты чё думаешь? Я сейчас разрыдаюсь. Тебе на груз кинусь, папа, прости. Да дело-то не во мне. Я к вам чисто по-человечески, а ты на меня всё равно смотришь, как мыш на крупу. Знаешь почему? Почему? Да потому что ей нравится быть обиженной. Она привыкла уже. Да, Серёга? Хочешь показать, что ты отец? Заслужи. Завтра выходной. А мы посмотрим на твоё поведение. Завтра шестнадцатая. Не могу. Дела. Ну, кто бы сомневался? На долг с тебя хватило. Дети, вы пока посидите, а я пока пару челюстей сломаю. Ну, чё ты начинаешь? И не в этом дело. А в чём дело? Ну, в чём дело? Что, побыл папой и устал? Чисто по-человечески? Скажи! Ну и скажу. Ну и скажи. Ну и скажи. Ну и скажи. Ну и скажи. В общем, в общем, это… Чё это? Какого? Какого? Ну? Ну, только не смеяться. Бойка. Так. Хорошая петля. Выходит. Так. Хороший. Молодец. Молодец. Прекрасная петля. Итак, последний ворот выходит на синичную прямую. Выравнивает самолёт вниз. Молодец. И… Посадка! Итак, приготовьтесь. Молодец, Денис. Молодец, Денис. Молодец, Денис. Это был Денис. Белокурсников. Браво, Денис. Мест только никогда не набрать. Иди давай. Сделай все. А теперь левый встречайчик. Итак, я вам представляю, Роман Широ! Ден Широ! Гонкистинг. Брян. Брян. Выяснить. Гр null. Брян, брян. Mongol. Денис огнел. С Vous grabа. Дена. Анѐн. Отд. Ура! 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 Виктор, не могу я пока работать. Это ещё почему? Дети у меня. Рома, ну какие дети, а? Чего ты лепишь? Ты понимаешь, что так нельзя? Захотел — пришёл. Захотел — ушёл, да? Ну, я попробую. Алло. Да, Серёжа. Это сын мой. Смотри, ростовские показали. На. Вот. Держи. Теперь спать. У лакоморья дуб зелёный. Людмила Борисовна, а что такое лакоморье? Ну, это изгиб берега. Продолжай. Золотая цепь. Золотая цепь на дубе, Том. А зачем? Цепь — золотая цепь на дубе. Сперли бы давно. Ну, так надо. Почитай просто стихотворение. Ты учил? Здрасте. Здравствуй. Пеки, пеки. Завтра что бы выучил. Опять выгнали? Да нет, нет. Физрук вообще пятёрку за год поставил. От занятий освободил. У тебя, говорит Таня, лучшая физическая культура в классе. А другие учителя вообще суроков перестали выгонять, как только папа с ними поговорил. Ой. В общем, тоска. Беспокоюсь я о нем, Людмила Борисовна. О ком? О Физруке? О папе. Ведь целый день Света Белого не видит. Крутится, как белка в колесе. Уборка, глажка, трусики, носочки. А бедный Рома, он же жизнь на нас положил. А ведь не старый ещё человек. Вот по-вашему, старый он. Нет. А вот по-вашему, достоин он счастья? Конечно, достоин. Вот и я ему говорю. Сходил бы с Людмилой Борисовной куда-нибудь. Со мной. Ну и что мне с ней делать? Записки писать, что ли? Ну а что, лучше дома сидеть, в Сомалейске клеить, да? Ну ты это… Тихо. Здрасте. Здравствуйте. Ну я это… Пойду. Чё, видел? Да уж. Понимаешь, так он нормально разговаривает. А как её видят, в ступор впадает какой-то. Угу. Мучает, как рыба об лёд. Чё-то с психикой. В детстве, небось, испугался или головой стукнулся. А теперь срабатывает только в стрессовых ситуациях. Но есть средства. Стань-ка. Ты чё, с ума сошёл? Будем лечить подобное подобным. Давай попробуем. Угу. Нет, не смогу я. Убьёт же нафиг, а. Давай сюда. Да. Что? А, белка. Белочка. А вы моргаете? Один раз? Нет, два раза. Да. В кафе пойдём? Нет. В парк? Нет. Может быть, и в кино пойдём? Что, опять белочка? Нет, больно. Здравствуй, Таня. Добрый вечер. Дочь моя, иди домой, Танечка. А действительно, пойдёмте в кафе, только вы сами выбирайте в какое. Потому что у вас есть вкус, а у меня нет. Какая дивная сегодня погода. И вообще природа. Помните, как у Пушкина? Октябрь ж наступил, жёстче отряхают последние свои листы с ноги в своих ветвей. Вдохнул осень, нехладно, дорогу… Ну что, сработало? Да вроде да. А вы в Париже были? Не приходилось. А говорят, там красиво. Говорят. Роман Вениаминович, а мне Таня всё про вас рассказала. Вообще всё? Я думала, таких, как вы, уже не осталось. Да куда мы денемся? Но мне это больше не надо. Я завязал, хватит. Нет, зачем? Мне именно это в вас и нравится. Серьёзно? Вы… Очень хороший отец. Вы пытаетесь понять, о чём дети думают. И вам это удаётся. Да ну какое там? Вожусь с ними. На работу забил. А в отношениях не продвинулся. А где вы работаете? Вы не говорили? Так… В сфере услуг. Каких? Добрых. Добрых. Одиннадцатый час, ещё не спим. Ну, это, я пойду. Останься. Да нет, я пойду, пожалуй. Мне идти пора. Сессия скоро. Добрых. Ром, ну чё, я так понимаю, что всё прошло нормально? Нормально. Спасибо бы сказал. Спасибо. А… Ты знаешь, у тебя волосы в темноте светятся. Очень страшно. Мам, поговорить нужно. Понимаешь, я бы с Ром поговорила, он вообще-то нормальный. Но ему просто пока, как начинающему отцу, рано какие-то вещи. В общем, я с парнем встречаюсь. Его мне Коня зовут. Короче, он хочет. Вот. Я тоже думаю, не слишком ли скоро. Мы с ним только неделю как целоваться научились. И… В принципе, знаешь, я не против. У нас в классе уже все девчонки. Ну… Ну ты понимаешь, да? Я только одна такая правильная осталась. Понимаешь, кроме с этим не сунешься, а он сразу мне какую-нибудь голову оторвёт. А мне нужен твой совет. Как женщина женщине. Понимаешь? Ну тогда или нет? Спасибо, мам. Мне за тобой зашёл. Ума не приложил, кто его научил. Мы только на секундочку отвернулись, а он орех-то этот взял и прямо об стенку головой. Папа! Папа, я как ты его пил! Ну-ка. Дай всё. Ну чё? Чё, пацаны? До свадьбы заживёт. Это всё ерунда. Вот помню не раз в бочину. Да, это тоже ерунда. Ничего-ничего. Ну-ка, постой, Серёга. Серёга, орех-то головой бить не надо. Он же вот где колется. Понял? Ага. Головой только показываем. Ей думать надо. На, держи. Галей мои расклады. Понты закинет. Дупло прикрой, стрелки вытяни. Останови его любой ценой. Маля-малято. 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 А, две девочки и один мальчик. Пятнадцать, четыре или пять, два. Бевень. Бевень. Пришпиль Малято, Шиловых. Хавала наглухо клеить. Мустафа с тобой поговорить хотел. Ни о чем не разговаривать. Ну не скажи. С Витей субботой ты поссорился. Получается мы друзья, нет? Давай встретимся, перетрем. Сами разбирайтесь. Если в районе стрельба начнется, думаешь, рикошетом тебя не зацепит? Или малышню твою? В девять вечера. Сам знаешь где. А то сами разбирайтесь, разбирайтесь сами. Папа, это кто? Никто. Ты большой мальчик, чтоб под Витей субботой ходить. Там тебе потолок. Выше не поднимешься. Иди к нам. Мне интересует. Я вообще ухожу. У меня дети. Никуда ты отсюда, Рома. Не уйдешь. Серёжа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Старшая, за отрядом смотри Если вы так хотите на Рому надавить То это совершенно бесполезно Потому что он сам не знает, как от нас избавиться Я ему Только по документам, дочь Он меня 14 лет не видел Еще столько бы не видел С радостью А Сережа и Соня Они вообще не его дети Понимаете? Ему все равно Он не настоящий отец А она говорит, что Папа нереальный Поксибинсиста Вика Ты зачем ему детей отдала? Ну он же Он же бандит Бандит Понимаешь? Бандит Приезжай Немедленно ко мне Приезжай Едем за детьми Немедленно ко мне Я их сама сберу Сейчас Сейчас ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? А дома? А добрый вечер? Где дети, интересно? Говори. Нет, говорить будем здесь. Никого с собой не бери, о детях подумай. Очень ждем. Если с ними что-нибудь случится, хоть что-нибудь, вам лучше сразу под паровоз. Рома, так вы бандит? И сейчас на дело едете, да? Я вас никуда не пущу. Вы мне потом спасибо скажете. Детей похитили. Рома, а как ты выбрал профессию? Из армии пришел. Дурак дураком был. Вот и вляпался. И ты доволен? Да не очень. Ненормированный рабочий день. Напрягов много. Да и вообще не по-людски это. С водитель. И ненормированный рабочий день. Ну, у меня нет. Скорее всего, не крючок. Но у меня есть методов. Ой! Ну, я не знаю. Если через час не вернусь, значит все. Да нет, вернусь. А-а-а-а-а-а-а-а! Дядя хотели забрать у нас папу, чтобы он игрался только с ними. Папа пришёл и сказал дядям, что не будет с ними играть, а они обидели. И папа стал играть с ними в прятки. Когда папа их находил, дяди плакали, просили прощения и убегали домой. А главному дяде с жёлтым зубом понравилось баловаться. И они с папой побежали на крышу играть в Карусона. Я знаю, что мой папа самый сильный, самый лучший из всех победителей. Мама! Мама, как ты? Мам, ты выстрелила? Где вы были? Что он с вами делал? Мам, ты чего, всё в порядке? Говори. Понимаю. Он тебе понравился, да? Но он хороший, мам. Он хороший. А я не могу быть хорошей, потому что я должна быть матерью. Я должна смотреть, чтобы вы не простужались. Чтобы вы не попали в дурные компании. Чтобы вы... Мам, а ты сейчас о себе рассказываешь или о роли матери вообще? Молчи. Он мой отец. У нас есть отец, мама. Ты реальный папа! Чё-то я не понял, мужчины. Алё, если я ещё раз у кого-нибудь вот это увижу, буду разговаривать по-другому. Ясно? Ясно! Ну вот хорошо. А теперь поговорим о прекрасном, о самолётах. Что самое сложное в самолёте? Это юзеляж. Ну, конечно, не считая пилота. Рома, на минуточку. Мама. Спокойно. Только не забудь надеть акваланг. Ну, не издевайся ты, ради бога. И береги их, смотри за ними. Ну, что ж ты так долго, Рома? У меня самолёт. Через час я опаздываю. Значит, Сонечке витамины. У Серёжки стали коренные зубы резаться. Надо к врачу его отвезти. Твоя, чтобы домой приходила. Не позже, десяти. Комендантский час, ты понимаешь? Да, да, мамочка. Всё. Толька, ты же хотел тебе что-то сказать? Я... Не могу. Опаздываю. Всё. Не начинай только, Ром. Новый вариант. Подбодное погружение. Ну, значит так. Но у меня в квартире мои правила. Запомнили? Ага. Во-первых. Ром, ну не начинай пять, а? Что значит не начинай? Ты как с отцом разговариваешь? Ну ты постой. Остановись. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Мы сегодня мама с папой, я с сестрой и младшим братом В цирк идем, а после парки будем получать подарки Папе с мамой, маме с папой, по маме У шоколадок, мячик, шарик, самокатом Нет, с сестрой и младшим братом, есть еще не лучшие Быстро, быстро выйти погулять Чтоб ни в коем случае не рассказать, не рассказать Всем ребятам во дворе, даже бабушкам на лавочках Самый главный на земле, мой секрет, большой секрет Мы сегодня мама с папой, я с сестрой и младшим братом В цирк идем, а после парки будем получать подарки Папе с мамой, маме с папой, по маме У шоколадок, мячик, шарик, самокатом Нет, с сестрой и младшим братом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова